Проктальное электромагнитное акустическое излучение я изобрел в 92 году, это 22 года назад, на базе стоячих акустических волн вначале, а потом тот же способ был переведен в электромагнитную сферу, в движение электрического тока в проводнике, а затем в инфракрасную, в изображение способ и в другие сферы, там самые разнообразные. То есть он практически реализован. С 1984 года были проведены экспертизы на протяжении 20 лет. Вот в клинической экспертизе Институт физиологии Ухтамского, Военно-медицинская академия с 1984 года и с 1997 года по 2004. Затем множество медицинских организаций. Все это доложено на многих медицинских симпозиумах, на физиологических конгрессах в России и за рубежом по психологии, педагогике, ну и так далее. И где-то с 2000, с начала 2000 года стало потихонечку реализовываться и в клинике, и в основном в частной форме, к сожалению, или к счастью. Изображение тоже немножко мягкое. Тут, конечно, и свет немножко так. Да, но там не будет 100%, а дело в том, что подложка, она по слоям расположена, фрактальная, и благодаря этому нет противления глазам. Хотя вот обрезается. Тогда уменьшим фрактальность. 7,9% поставьте. Вот достаточно. Пусть 7,9% будет. А, ну, сейчас, конечно. Не, не, не надо, нельзя. Это разные проценты. Все нормально. Не, не, 79% обратно. Там важны все эти пропорции. О, спасибо. У нас на протяжении вот 100 лет, 150 лет, звук жесткий, изображение жесткое, свет жесткий. Ну, критику электрического света, а мы родились всех при электрическом свете. Еще Осип в 1930 году критиковал, в принципе, критика так и осталась его до сих пор действенной. Потому что лампочка жесткая, и она не реагирует на человека. Вот. И то же самое звук. Лучшие приемники от 30-х годов на наших разработках отечественных были выпущены в Германии народные приемники, так называемые, в середине 30-х годах. Вот. Там мягкий, бархатистный звук. Он пришел в наши приемники 50-х годов, 40-х. Вот. И до сих пор этот звук является проблемой, как его реализовать. Не реализован. Я покажу, как это конкретно делается. Вот. А чтобы реализовать звук, свет, тепло, то же самое. Баня на дровах, вы знаете, инфокрасное многослойное излучение до 20 сантиметров проникновения во многих диапазонах. А в сауне 3-5 миллиметров жесткое тепло. А народ нормально предпочитает баню, чем сауну. А оказывается, можно сделать и сауны, и баню с таким же теплом, инфокрасным. В основе теоретические предпосылки, я на них останавливаться не буду, потому что много дискуссионного. Это трата времени. А практически вся аппаратура в области звука, светотепла реализована. Достигнута максимальная глубина проникновения звука. Также и светотепла через простейшие приборы и способы. И то же самое сделано в цифре. То есть абсолютно мягкий звук в цифровой форме. Около 10 лет я сезидиски с мягким звуком продаю по звукам природы. Мы используем в реабилитации психологии, педагогики, медицине. Уже тысячи людей прошли это. А в свете тепли аналогичная ситуация. Фрактальный, потому что я выделяю два свойства фрактальности. Ну, исходя из работ не последующих за Мальдейсброком, а до него. Это работы польского математики Серпинского. Наиболее авторитет, наибольше сделавшего в области фрактальности. У меня просто первая жена по нему кандидатскую защищала. Она более знакома полностью. Хотя предшествующий материал не менее интересен. А там главное самоподобие и односвязность. Самоподобие повторения, удвоения. Вот основную модель я беру стоячих акустических волн, которую предложил мой покойный товарищ Латков Борис Васильевич. Еще в начале 80-х годов. Он описывает великолепно акустическое поля. Это модель стоячих волн. Преобразовало фрактальный режим. А самоподобие – это сдвиг на каждом слое данного угла. Сейчас покажу все это графически. И сам способ позволяет достичь всех результатов во всех вещах. Вот, например, система стоячих акустических волн. Линичный объем. И дальше пошли равнобъемные концентрические и сферические слои. На каждый слой есть строго определенный угол поворота сдвига каждого слоя. Итак, последующие до критического объема. Если, предположим, первый объем антропометрический, то есть наименее изменяемая часть шерстского тела, позвоночник, то последний слой где-то 10-7-8 сантиметра. То есть толщина макромолекул самых простейших. Но там, где можно говорить о звуке, механическом колебании. Система стоячих волн получается просто. Это две пары динамических головок, включенные из хинфазна. И расстояние между ними равно подаваемому кратному сигналу. И образуется цепь пучности и разряжения до, если брать позвоночный столб, где-то до 4,5 метров. Дальше другая среда, другие закономерности. На базе этой модели были построены... Ну, так как антропометрия, она в истории и анатомии, медицины, и в канонах пропорции, все это давно просчитано, то материалы готовые мы взяли, пересчитали резонансные характеристики, основных космных соотношений, это еще в 80-е годы. Вот. И соотнесли с природными звуками. В 1992 году, вот, когда были изобретены магнитные преобразователи электрического тока, которые в электрическом токе формируют послойное фрактальное движение электрического тока, благодаря этому любая электрическая нагрузка, звук, свет, тепло, изображение, оно тоже становится фрактальное и послойное. Вот. Был внедрен или изобретен там способ стахотического резонанса, его открыли итальянские физики в конце 80-х годов. Я самостоятельно к этому подошел. Вот. То есть нужно на примере поющего или играющего человека на фоне звука природы. Есть земной шум, в рамках которого мы живем там, и все земное функционирует, сигналы, там, звуки природы, человеческие голоса, рукотворные инструменты. Вот. И благодаря этому за счет стахотического резонанса идет усиление любых сигналов естественной обстановки. Вот. Поэтому в музыкальной терапии, вот, в клинической практике мы использовали две группы стоячих волн акустики. Это воспроизведение акустического земного шума. Это фрактальная организация фрактальной шумов довольно глубокая. От слышимого диапазона до 10 минут, там, седьмой, восьмой. А так как в основе цифровой звук, раньше мы делали фрактальные генераторы специальные в 90-х годах, мы потом среди дороговизны в начале 2000-х перешли на DVD-диски, CD-диски. И научился потом уже делать на обычных CD-дисках фрактальный 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 шум. Количество импульсов, ну, это система приблизительно там вот стоячих акустических волн, соотношение по энергиям около миллиона, вот, хотя слоев вот от десятков сантиметров до нанометров, там, сказать, не превышает 240-250 там слоев. Это элементарно считается школьной математикой, поэтому я вот рождать не буду вас. Вот. А где-то после такого звука идет приблизительно импульсов, граница импульсов около миллиона там. Если в тахотическом резонансе, вот, кроме носителя самого сигнала, например, там, человеческий голос, там, звуки природы, музыку, там, фрактальный использовать и сам носитель электрический ток, вот, то глубина импульса достигает 200-300 миллионов импульсов. То есть то количество импульсов, которые Николай Тесла считал лечебными. Но он делал это при высоких напряжениях, частоты приблизительно одинаковые, хотя у него чуть-чуть повыше. А можно тот же самый результат получить на обычных напряжениях, там, 5 вольт, 220 вольт, вот, и на обычных звуковых частотах. То есть где-то до 40 килогерц, от 50 герц меньше нельзя, а больше, так сказать, предпочтительно там немножко. И благодаря этому количество импульсов, вот, за счет тахотического резонанса достигает уже более, там, 100, 200, 300, достигали мы импульс миллионов, там, то есть лечебный. И с 93-го на 92-го года где-то начались экспертизы в институте физиологии Ухтамского, военно-медицинской академии от 2004-го года. У нас прошли тысячи пациентов, в клинике первые 10 лет около 2000 пациентов, которые клинически проверены только. А так-то больше, конечно, роду прошло. Вот по самым разным заболеваниям, энцефалограммы, кардиограммы, в общем, все медицинские параметры снимали мы сотни раз. Вот это все экспертизы у меня частично опубликованы, и материал там достигает тысячи страниц, поэтому, конечно, все полностью не опубликовать там. Ну, врачи наши занимаются этим делом, дальше продолжают. И вот примеры акустических систем построены на фрактальном принципе. Они самые разнообразные. Главный принцип соблюсти реализации стоячих волн. То есть опорный сигнал, граница акустическая, там 12,5 сантиметров последний слой. И благодаря этому звук становится фрактальным, глубоко проникающим. За последние годы, изучая фрактальность движения электрического потока в проводнике, я достиг стоячих волн, и в обычном, в одном динамике, оказывается, можно сделать там. Вот, например, есть один динамик. Раньше мы преобразователи делали в отдельном магнитном преобразователе, чтобы нагрузка была. А в последнее время стал на одном динамике мотать, потому что у каждого динамика есть паспортные данные, граниты. При подключении внешнего магнитного преобразователя или такого на звук 100% амплитуда расширяется не на 70-80 градусов, а на 90, а на 150-130, там, то есть за пределы динамика выходит, чего в обычной акустике не может быть. Это проверяется на оциолографе, проверяется в 2000-х годах на любом аудиоредакторе, на микрофоне. То есть проверить просто. Это похоже на кольцевую поляризацию света, то, что я делаю там. Об этом попозже немножко. То есть в акустике. Вот и что, благодаря этому, в звуке можно получить 100% мягкое излучание. Не нужно ламповые усилители, даже транзисторные. А обычная цифровая техника. Самая привитивная, самая простая. И в клинической практике мы все это используем уже давно. Вот пример там в конце Медведев. Такая же система акустическая, но жесткая, без магнитных преобразователей. Потому что, когда Голосков умер, Московский институт акустики стал выпускать вот эти системы акустические, песочные часы, которые мы еще в 83-м году делали, в 84-м, 3-м, 2-м. Они там за 46 тысяч евро. У него аппаратура, акустика сама, полмиллиона, усилитель 2,5 миллиона рублей, 3 миллиона угробленных денег. А у меня вот эти системы, ну, не больше 10, 15, 20 тысяч. Ну, для олигархов делал я там за 200 тысяч, 100 тысяч, потому что корпус зоростекла, он дорогой, там, 50-60-70 тысяч нужно только на один корпус. Но это на зуб-то не влияет. АЧХ ровное везде. Диапазон весь есть. Мягкость стопроцентная в любой акустике. То есть это все просто. Дальше вот сами преобразователи, которые получают 40-м, они тоже самые разные там у меня. Это вот, например, самый первый в углу преобразователь. Там 15 киловатт пропускает, там, трехфазник по 5 киловатт каждый. Он стоял два года в электросауне на Лермонтово, 16, кажется, в спортивном центре. И мужики парялись, говорят, тепло точно такое же мягкое, инфокрасное, как в бане на дровах. То есть вместо 5 миллиметров 15-20 сантиметров. То есть идеал тепла, он достигается легко. Но это преобразователи для разных бытовых нужд, для акустики, потому что для шума нужен специальный преобразователь электрического тока. Я делаю и мобильные вещи. Вот маленький преобразователь на шум. Обычный, видите, приемник там от 500 до 1000 рублей. Там специальный иерархический фликер-шум. И он в акустической системе стоящий фон, там, внутри. А лет 20 я использую игрушку, потому что мы работаем с детьми. И у нас поднимо, что такое атропоморфное. Ну, например, травмы всякие, там, жидко-кишечные нарушения. Нарушения костные, радикулит, астахондроз. А мишку подержал там полчасика, часик, и боли все прошли. Астистые отростки, в связи с резонансами и общими, и множеством другим, они сами входят. Американские биохимики нашли в 97-м году, что АТФ, она ферментами, ферментное обращение идет около 3 кГц. То есть, тот пик сигналов, шума, фликер-шума, который присущ и живой природе, и находится в нашем фрактальном фликер-шуме с 92-го года. То есть, идет синхронизация биохимических рядов, и когда мы воздействуем на живую клетку, она воспринимает. И одновременно идет акт излечения. Сердечно-сосудистые заболевания. В 99-м году я докладывал на международной консеренции по кардиологии, по 10 параметрам сердца идет синхронизация всей желудочкой. То есть, проблема кардиологии костно-мышленной. Дробятся камни в мочевом, в желчном, в почках, там, примеров у нас множество. Ну и так далее. Эти преобразователи, они помогают, кроме полноты, наличия импульсов на границе, ну, в каждой точке пространства, стоящих в акустических волн, делать мягкое тепло. Вот обычная лампочка. Светит. Ну, стандартная лампа. Вы знаете, свет жесткий. Он описан лосевым там, Алексеем Федоровичем. Так неприятный, жесткий там. Он не идет к человеку, он бесчеловечный. И, как бы, так сказать, не воспринимается. Вы этот свет все знаете. Вот мягкий свет. Он идет к вам, он для вас ваш родной, там, сказать. Ну, надо еще направленный сделать. А, да. И отчуждение снято. Можно любую лампочку так сделать. Это диодное накаливание, а? Так, так, можно. Да, то есть обычно лампочки все поляризованы, а здесь... Ну, люди разные видят, так сказать, по-разному. Сейчас я покажу. Вот обычный свет, что бы там. Здесь не сама светимость, а вот предмет светимости к вам не идет. Как бы нет такого движения. А теперь... Не все видят. Это, как бы, на уровне таком... Очень маленький. Вот. Или вот то же самое с светодиодной лампой. Обычная лампа. Свет там... Обычный свет лампы, свет там находится. Мягкий свет. То есть снятый, отчужденный, самого свет. Ну, фрактальный, многослойный. Здесь маленькая разница в чем. Люди ходят в баню на дровах и в электросауну. Если вы различаете тепло, то вы различаете, например, свет от костра, свечки, солнца, естественный, фрактальный. И свет от лампочек, любых. А лампочки свет отчужденного. Он не взаимодействует с человеком. Он освещает безразлично к объекту. А этот свет, он уже взаимодействует. А, вот здесь, например, шесть ламп накаливания. Жаль, что полка видно. Они построили... Они включены, ну, параллельно включены, последовательно по паре ламп, и три лампы, синий и красный, и зеленый, и белый, вместе с синфазно, а две группы в противопаде. За счет параметрического резонанса и тахотического резонанса достигнуты инфракрасные излучения до 1400 нанометров. Это глубокое инфракрасное излучение. Ну, больнее лечится, потому что светодиодные ленты, они очень дорогие, там, по 20-30 тысяч рублей, там. А это дешевле лампы. Сами знаете, сколько стоит. Обычно лампа накаливания, то есть, чтобы получить глубокое тепло. Вот. Зеркала. Вы читали о старинных зеркалах, никогда не видели их, там глубина фрактальная, чтобы многослойность была. Если найти точку резонанса и пустить фрактальные звуки, фрактальный шум, то зеркала будут излучать не половину волны, а целую волну. И совершенно другое впечатление. Это как отражается свет от естественных объектов. Например, дерево, кора. Отражается свет почти полностью, если дерево живое, нормальное. Там нет половинки отраженного света. Там процент какой-то есть, конечно, поляризованного. Это очень интересная вещь, она мало проявляется. То же самое в любых наглядных фотографиях. У меня много фрактальных фотографий сделано много лет назад в интернете. И они многослойные. Но в основном виды природы, потому что людей нельзя делать. Вот, Леонардо Винчи делал, это привело плохо. Когда Мону Лизу делал, техника сфумата, она аналогична фрактальному, вот этому многослойному изображению. Вот, а она грешница, и в Лувре, когда выставлялись, официально зарегистрировано, более ста человек падали в обморок. Мы же не знаем, человек умрет там, а его фотография как живого, он как живой реагирует фрактально. Она останется после его смерти. А где он будет после этого? В аду там, и этот из ада будет смотреть на вас неприятный субъект, тем более чужой там какой-нибудь. Поэтому мы людей не делаем, только виды природы. У меня три фильма, слайдфильма с мягким изображением, и около 20 фильмов с мягким звуком одновременно. То есть, когда просматриваешь мягкий звук, и свет даже на компьютере, на хорошем, вот, только надо 100%, так же, независимость там попал, не попал, вот, идет мягкая звук, и человек потихонечку водоравливает. В клиниках у нас в областной используется, а в других, в Петербурге, это то же самое. Вот, дальше пойдем там. То есть, фрактальность реализована, она очень интересная. Пример разных фотографий, вот, фрактальных, то, что есть там. Вот, сейчас. Там еще проблема на столько процентов, сколько было в начале, тогда фрактальная структура, она более полно осуществляет. И изображение более живое, но не 100%. Тут надо еще подбирать все параметры, то, что мы делаем в клинике, чем обычные фотографии. А эти фотографии, они воздействуют в той или другой степени там. То есть, клиническая, это проверено еще в 90-х годах, в 2000-х годах. За счет многословенности. У меня около 20 или там 30 книг, много там, 200 статей. Но они там половина вот приабилитации, половина на другие темы. Вот, здесь у меня список литературы около 25, там. Это последние там конгрессы по разным наукам и по областям. У меня отдельный список есть, кому интересно, в контакте все адреса вот эти есть. Всех, большинство работ. И многие вести, которые раньше были необъяснимы, они объясняют и воспроизводятся. Это, например, колокол, как звучащий крест. А акустика у меня тоже, она двумерная, несмотря на объем. А то, что в литературе пишется, что излечивают там ультразвуки и прочее, то есть все ерунда. Обычный звуковой диапазон, но фрактальный. Поэтому руководители трех колокольных центров еще в 2001 году признали, что наконец-то создана акустика, которая звучит так, как реальный колокол. А там фотографии акустики есть системы, например. Некоторые системы, которые сделаны по качествам хорошим. Вот, например, левая, верхняя система. Но она дорогая, там, в общем-то, вот здесь та же самая отличная система. Она звучит, как натуральный колокол. Если у вас пройти фрактальный звук колокола, смягчись сначала фрактально, то и звук пронизывает стенки. Обычная акустика надо громко, а громкость не нужна. Вот, 56 децибел, а звук через 2-3 стенки, он слышит, он чувствуется, он регистрируется. Оказывается, таких системы нет. Вот, потроще системы. Ну, такие 90-х годах делал, там, начали 2000-х годах. А это еще 80-90-х годы, потрясающе, ровно все делается. Вот, и разные модели акустики. То есть любой звук можно делать. А так как глубина звука большая, то можно звуком менять любые вещи. Так как с человеком сложно, если эффект плацебо, то мы работали с животными. С курицами в конце 80-х годов, с обезьянами в питомнике, в колтушах в 2000-м году, в 2001-м году. Потому что надо же проверить, с них обезьяны снимали кардиограмму. Вот, и в это время на них воздействовал шум, там, и прочие сигналы. Потом кошки, собаки, там, ну, это обычное дело. Затем... Так как звук глубокий, то при определенном спектре, более специальном, там, можно менять молекулярную структуру любых вещей. В 87-м году я покупал скрипку у Чешской, 57 рублей стоила тогда. Ну, фабричный инструмент, вы знаете, он не звучит. А скрипка ручной работы, ручной работы реставратора, стоила 2-3 тысячи, 2-4 тысячи рублей. И она звучала, как, похоже на скрипок в Страдиваре. У нас образцы у меня есть с тех пор. Вот, я озвучивал неделю в стоячих акустических волнах, и фабричная скрипка зазвучала, как скрипка ручной работы. Ну, мы для своих только, там, гитары и прочую ерунду делали. И, оказывается, таким звуком, при определенном спектре, можно менять макромолекулярную структуру любых вещей. Вот помещение мы начали озвучивать, давно уже, там, где неблагоприятная атмосфера экологическая и прочее, потому что идет на порядок снижение радиоактивного входа. И врачи ко мне в медицинском центре говорят, больные приходят, а помещение озвучено этим спектром. И, ой, как у вас хорошо, как дома все равно, приятно, не хочется уходить, так приятно находиться. Это помещение обычное врачебное. То есть удивительные вещи. И вот таких несколько помещений уже в городе есть. Примеров по реабилитации очень много. По возможностям звука еще больше. Поэтому это все можно там почитать, переписки, детали сделать. Многие закупаются тем и себе. Ну, на дисках вот пение и птиц, у меня лучший звук в мире по качеству. Но зависит от... Время вышло. Все. Ваши вопросы? Времени для вопросов не оставил. Ну, вот один вопрос. Один вопрос разрешите. У вас очень много работы с цветом. Вопрос. Но цвет, это же прежде всего его восприятие человеком. Как вы решаете проблемы дальтоников? Потому что то, что для вас лучше, для дальтоников он будет сущностью наоборот. Все, вопрос задан. Дальтониками не занимались. У нас цель, что сейчас делать абсолютно мягкий свет. Цель мы завершили, как бы сделали и реализуем там, где это необходимо. По медицинским, психологическим показаниям. Ну, мягкий для нормального, а для дальтоника жесткий, наоборот. Словно, я, конечно, говорю. У нас цель создания среды. Или реальной, или ту, через которую можно смотреть на мир. В 91-м году у меня было 3,5 диоптрии. В 95-м единицы, я ничего не делал. Я сделал целлофан, облучил стоящими акустическими волнами. И сквозь него смотрел на компьютер и телевизор. Но дальтонизм это не качество зрения. В 95-м году. То есть, это как бы среда фрактальная. И оказывается, там десятки людей сняли очки. Но потом прекратил, потому что все будут смотреть телевизор, а там гадость всякая. А гадость, она будет помогать лечить человека. А мне это неприятно. Поэтому я этим и занимаюсь. Я делаю индивидуально. Меняю фрактальность на конкретном компьютере. Там по цветам, по всем. Чтобы изображение было не вредным. Чего? Продолжение следует...